Всем-всем привет, с вами Клеопатра. Прошлый выпуск по игре МОКО вам весьма понравился, о чем свидетельствуют лайки и комментарии под роликом. Огромное спасибо за актив и в этом видео я расскажу немножечко больше про эту игру. Напомню, что МОКО – это новая игра от компании Supercell, которая сейчас находится в стадии разработки и бета-тесте. Если вы хотите принять участие в первых тестированиях игры, то вам достаточно зарегистрироваться по ссылке, которая будет в описании к этому ролику и в конце октября у вас будет шанс поучаствовать и попробовать себя в этой игре. Пока что МОКО находится на раннем этапе создания и неизвестно, выйдет ли эта игра в глобальный релиз или же так и останется в бетке. Но я думаю, что участь того же Flood Russia, который уже закрыли не успев выпустить бетку, эту игру не постигнет, потому что для первого бета-теста я считаю, что игра выполнена более чем здорово. Огромное количество красивых миров, проработанной анимашки, огромное количество различных оружий и умений – все это уже сейчас есть в МОКО. И я считаю, что эта игра самая лучшая в плане бета, которые вообще были у Supercell. Самые внимательные уже успели заметить, что у моего персонажа прокачался уровень, уже 21-й, появилось новое оружие и некоторые особые умения, которых не было раньше. Действительно, вариативность здесь увеличилась и это не может не радовать. То есть есть возможность кастомизировать своего персонажа под свои потребности и сделать какие-то уникальные связки из активных ганджетов, пассивных и самого основного орудия. Также у нас добавились новые красочные миры, что не может не оставлять равнодушным, с учетом, что это всего лишь бета-версия, хотя уже сейчас игра выглядит достаточно годной и ее можно выпускать вот прям в таком виде. Помимо обычных миров, где ты просто бегаешь и выполняешь какие-то задания, у нас появляются соло-челленджи. Это различные испытания с разными монстриками, где нужно в одиночку справляться с ними. То есть тут уже нет никакой поддержки ни от ботов, ни от других игроков, приходится расправляться с монстрами в соло. Причем, после определенного времени монстры начинают звереть, становятся более агрессивными и, конечно же, наносят больше урона. Для тех, кто играет Бравл Старс, я думаю, что отсылка очевидна на бой с боссом. Там тоже есть такая система и чем дальше ты проходишь, тем, соответственно, выше становится уровень и вот эти монстрики становятся сильнее. Да, здесь есть такая же история, так что, видимо, разработчики вдохновлялись отчасти самим Бравл Старсом. Но оно и не удивительно, потому что это одна и та же кампания и поэтому вполне вероятно, что какие-то фишки, которые им нравятся из других игр, они будут перенимать и добавлять в новые игры. Ничего ужасного в этом не вижу и мне кажется, что такой режим это будет довольно интересно, потому что тут аж 54 миссии, все они разные и пока ты не пройдешь первый уровень, на второй тебя не пустят, ну и, соответственно, дальше по возрастанию. В общем, зависнуть тут можно надолго. Каждое из этих испытаний имеет три разных уровня сложности. За прохождение некоторых мы получаем скинчики, в которые можно облачить своего персонажа. Тема с испытаниями мне весьма понравилась, но куда больше мне зашли рейды. В режиме рейдов, как и в испытаниях, есть разные миры и разные сложности, а также разные монстры, которые тут попадаются и с которыми нужно разбираться. У вас есть тема, состоящая из четырех игроков, то есть в этом режиме можно играть с друзьями. Помимо сложности испытания важно обращать внимание еще и на время прохождения испытания, потому что чем быстрее вы его проходите, тем больше опыта зарабатываете. Ну а за прохождение самого испытания можно получать новые гаджеты и также новые шмотки. Задания в каждом испытании разные и сами соперники тоже. В некоторых испытаниях много мелких монстриков, которых, конечно, хорошо бить с оружием и с гаджетами, направленные на массовый урон. Но есть и такие испытания, где попадаются несколько крупных боссов, которых нужно бить сообща. Также в этих испытаниях монстры становятся злее после определенного промежутка времени, так что если вы будете бить их очень долго, то потом с ними приходится гораздо сложнее справляться, чем если не доводить их до состояния агрессивности. И если в начале уровня попадаются мелкие монстры, просто вопрос в том, много их или мало, то ближе к концу попадаются уже такие, которые имеют абсолютно разный тип атаки. Это и круговая атака, и сплэш атака, и атака по какой-то определенной области, и бешеное перемещение. В общем, чего они тут только не умеют, и, конечно, с ними справляться сложнее. Если вы выигрываете, то вы выполняете, соответственно, само испытание, плюс еще можете получить опыт за некоторые временные отметки. Но если вдруг вы проигрываете, то тогда вам придется начинать все заново. Можно ли умирать во время таких испытаний? Да, можно, но при этом важно, чтобы оставшиеся игроки из вашей тимы выжили до того момента, пока вы не вернетесь, потому что если умирают все четыре игрока, как вот в этой ситуации, то автоматически ваше испытание считается заваленным, и вам придется начинать сначала. Если же хотя бы один игрок доживает до момента, когда ресница второй, то вы продолжаете игру до того момента, пока не выиграете, либо пока всех не перебьют. Так что хотя бы один должен постоянно жить. В этом испытании суть в другом. Здесь есть несколько волн с монстрами, причем монстры разные и в разном количестве, и вам важно продержаться до того момента, пока все эти волны не закончатся. Но опять же, отсылка на Бравл Старс очевидна, в Бравле тоже есть нечто подобное. В чем прелесть этого режима? В том, что монстры разные и их разное количество, соответственно, вам очень важно подобрать такую связку своих ганжетов и оружия, чтобы вы могли противостоять разному типу монстров. При этом, конечно, нужно это делать внутри команды, потому что вы играете с другими игроками, и я думаю, что здесь будет иметь смысл распределение ролей. То есть кто-то хиллер, кто-то ближник, кто-то дальник, но это уже на более глубоких этапах игры. Теперь у нас есть немного более глубокое представление о том, что вообще будет происходить в МОКО, и я думаю, что нам всем не хватает только одного. Вот в этой игре пока что все прекрасно, кроме возможности играть игрок против игрока, а не игрок против монстра или против какого-то бота. Потому что если в игру добавят возможность играть против других игроков, то есть PvP-режим, я думаю, что игра будет реально крутая, потому что во всех остальных аспектах она мне нравится. То есть это действительно что-то типа Dota 3, только на мобильный телефон в сочетании с хорошей механикой, с хорошей проработкой. И даже сейчас, вот играя на начальных таких этапах, где у нас бетка, я практически не вижу багов. Это на самом деле потрясающе, потому что, как правило, на начальных этапах в игре очень много каких-то ошибок, которые постоянно возникают и немного портят игровой процесс. Здесь же первая бетка, и все настолько хорошо проработано, что я реально не перестаю этому удивляться. То есть эта игра меня действительно поразила тем, насколько здесь хорошо постарались разработчики. Я думаю, что в будущем PvP-режим должен появиться в этой игре, потому что это действительно будет очень важная составляющая, которая привлечет многих игроков. Потому что одно дело сражаться против ботов, другое дело сражаться против ботов с командой, но когда ты играешь один против другого игрока, это совсем другая история. Кроме того, это может перерасти в нечто большее, например, возможность какого-то киберспорта, если уже говорить о каких-то совсем глобальных планах. Поэтому я более чем уверена, что разрабам нужно обязательно добавлять PvP-режим в эту игру. Что думаете об этом вы? Напишите в комментариях, как вы считаете, чего не хватает игре, что вам, возможно, не нравится в ней или что, наоборот, вас порадовало. Но, судя по прошлым отзывам, я вижу, что игра пока что вам очень нравится, и мне в том числе. Поэтому я буду очень рада, если она релизнется, но думаю, что до этого еще пока далеко. Хотя вот первая бетка все равно выглядит очень круто. Я немного позависала в этой игрушке и скажу вам, что реально мне заходит. Да, то есть, несмотря на то, что игра, возможно, даже не релизнется, и, может быть, мое время тратится впустую, но мне реально приятно играть в эту игру, мне нравится. И даже если она не выйдет свет, ни о чем жалеть не буду, потому что игра реально годная. Ставьте лайк, если этот выпуск вам понравился. Я и вот этот котик будем очень рады. Ну, а если ждете продолжения, то обязательно подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск по этой игрушке. Также напоминаю, что по ссылке в описании к выпуску вы можете подать заявку на участие в бета-тестировании и самостоятельно уже поиграть в игру в конце октября. Ну, а я желаю вам удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok